В республике по итогам прошлого года индекс промышленного производства превысил 107%. По этим показателям Чувашия опережает другие субъекты ПФО. Такие данные приводят в региональном Министерстве экономического развития. В республике увеличивается и количество предприятий, работающих по программе импортозамещения. С инновационными разработками завода Чебоксарская электротехника и автоматика сегодня познакомился глава Чувашии. Рабочий визит на предприятие стал поводом встретиться с его сотрудниками. Обо всем подробно Дмитрий Ковалев. Если театр начинается с вешалки, то на предприятии главе республики сначала показывают столовую. Директор завода говорит, что о здоровье работников здесь заботятся и оплачивают половину стоимости обеда. Оборудование наше? Чувашское, да. Чуваш-тортик? Да, Чуваш-тортик, который у себя. Хорошее оборудование. Рабочие и сытые. Рабочие. Физически готовы к торгу. Производственные объемы завода растут каждый год, несмотря на сложности в экономике. Большую долю комплектующих для выпускаемых здесь подстанций приходится закупать за рубежом. Очень сильно все зависит от заказчика. Когда заказчик ставит перед нами цели импортозамещения, значит внутри нашей продукции будут использованы отечественные аппараты. Но это не всегда оптимально и хорошо. К сожалению, у них сроки поставки и цены далеки от желаемых результатов. На заводе постепенно наращивают производственные мощности. В прошлом году возвели новый цех. В перспективе сюда планируют трудоустроить еще 50 человек. Мы сейчас пытаемся осваивать, ну, скажем так, относительно новые для нас направления. Преобразователи частоты и устройства плавного пуска на среднее напряжение. Это для того, чтобы наша продуктовая линейка была завершена. Это то, о чем я и говорил. Любые потребности любого предприятия под ключ. Костяк завода молодые люди. Причем некоторые специалисты переехали в столицу республики из других регионов. Чебоксарец Евгений Разуваев уже работал за пределами Чувашии, но все же решил вернуться на малую родину. В Москве работал на ГК МПЦ Хруничева. Мне очень нравилась работа, но родина тянет. Работаю инженером, конструктором. Решил остаться в Чувашии, потому что люблю свою республику. Близко родственники, родители. Рост промышленного производства напрямую влечет за собой и увеличение заработной платы. Михаил Игнатьев отметил, что у большинства заводов республики наметились неплохие перспективы, в том числе и на Чете. Если взять производительность труда, она очень высокая. Нет таких предприятий, организаций, кто бы мог сравниться с вами. Это 11-12 миллионов рублей на одного работающего. Уровень зарплаты тоже достойный практически. Почти в 4 раза выше, чем средний по республике. Глава республики ответила на личные вопросы работников. Жительница юго-западного района обратилась к Михаилу Игнатьеву с просьбой установить светофор на улице Янаушика. Дорогу переходить сложно на остановке Янаушика. Там нет светофора. И группа родителей просит изыскать возможность для установки светофора. Дети немного побаиваются переходить дорогу. Сделаем. Тогда? Летом. Ремонт дорог, строительство школ и детских садов, газификация заболжья, реализация прорывных проектов. На встрече с главой региона работники завода подняли немало проблем. Разобраться в них и найти пути их решения Михаил Игнатьев поручил соответствующим ведомствам. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Продолжение следует.